очень интересно на самом деле то есть получается если мы видим сейчас я покажу просто приколитесь вот допустим берем просто да вот систему баллонов до берем систему баллонов если мы допустим разрезаем эту систему баллонов и что у нас получается у нас получается еще внутри баллона еще один отсек с воздухом то есть он находится у нас он находится у нас вот в этой части как раз вот рядом с этим мягким треугольником который в принципе как декор идет вот но мы его разрезаем пополам и что мы видим и мы видим вот этот отсек еще одна воздушная подушка практически посередине пятки это очень удивительно я не ожидал такого от этой технологии вот если мы также берем и раскрываем наполовину заднюю часть кроссовка то также видим посередине данный отсек с воздухом это невероятно даже я не думал что настолько интересная технология воздушных подушек у наика обалдеть то есть вот посередине у них еще один баллон с воздухом но он невидимый он просто внутри в середине части подошвы классно класс вот мне понравилась технология конечно баллонов баллона сделаны очень классно очень твердый материал внутри соответственно там где мы его пробуем на прочность пальцами допустим вот в этих часть частях проминать он у нас проминается а все остальное на сзади на заднике внизу подошвы наверху подошвы это такой же круглый абсолютно круглый баллон он идет абсолютно полностью вакуумный круглый продолговатый вот и внутри вот где-то в этой части еще скрыт один воздушный блок это очень конечно меня удивило потому что я не мог предполагать и никто наверное не думал и не знаю разбирал ли когда-нибудь скайлайн и ну по крайней мере все уверены что воздушные подушки идут сбоку из задней части но вот в этой части тоже есть скрытый отсек с воздухом это невероятно просто невероятно вот это просто невероятно класс вот так что вот интересная модель кто приобретет данную модель не обломается совсем потому что в принципе она реально еще раз повторюсь городская очень удобная не очень приятно как говорится ходить и ноги в принципе я не помню чтобы они у меня уставали вот поэтому но все-таки если брать допустим на осень весну то лучше конечно брать кожаные вот но все зависит конечно от хранения кроссовок кроссовок и качество в производстве какие допустим материалы применялись ну а этот кроссовок пересушен к сожалению вот хоть он и классный в интернете я пытался найти похожий похожий кроссовок но как бы расцветки были похожи но точной расцветки почему-то я не нашел очень похожие были расцветки но такой к сожалению я что-то не увидел да еще хотел крыло ангела отрезать надо отрезать посмотреть что там внутри как там материал у них шит посмотрим да там оказывается не получилось у меня полностью срезать крыло крыло сейчас мы попробуем чуть-чуть его подрезать ну вот мы начало крыла срезали и у нас под крылом второе крыло ну почти почти второе крыло видите да то есть под крылом идет у нас как бы типа подкладки но из такого же материала как вот серая ткань интересно продумано я думал просто сначала что они налепят как говорится ткань на ткань но здесь как-то интересно сделано под тканевый как говорится рисунок вот а совсем по тканям что у нас там тоже какая-то подложка вот там что а под этой ткани у нас ребята кожа она шита вместе с кожей кожа с кожей то есть носочная часть сшита с верхом то есть кожа сшита с кожей и сверх ее налеплен вот этот вот интересный декор из другого материала из синтетики вот сейчас я покажу что кожа с кожей сшита это круто тоже интересно вообще блин да вот смотрите кожа сшита с кожей то есть все думают что как бы декор это все раздельно оказывается что кожа у них совместима вместе с другой частью кроссовка и сверху уже идет как говорится декоровая ткань все это закрывает да давайте еще отливы боковые попробуем разрезать хочется посмотреть что под ними просто это специально как бы от воды от брызг было сделано ну что могу сказать могу сказать что кожа у нас идет не до конца могли бы в принципе до конца ее пустить донизу да но расстояние все таки вот где вот лезвие ножа то есть там уже все кожа кончается и она как раз закрывает вот этим антиводным сливом антиводным отливом или как он там называется а так в принципе классно подкладка такая нормальная да вот ну баллоны конечно если честно удивили очень сильно вот не ожидал я такого увидеть я думаю и никто не ожидал увидеть такого что у них идет в середине подошвы в середине пятки еще один дополнительный баллон это очень круто конечно спасибо что были на моем канале с вами был Серега до новых встреч пока пока